У него ставок налогов и гарантий для тех компаний, которые берут кредиты под залог индивидуальной собственности. Там есть, правда, такое ограничение, не менее 50% суммы залога должна быть патентной. Но те, у кого они имеются или могут это оформить, этим можно воспользоваться. Но у меня все, да, и последнее. Если кто-то хочет более подробную информацию, пожалуйста, машиностроительный кластер, в республике Татарстан, везде сайты есть, телефоны есть, я очень люблю агентацию делать. Спасибо большое. Рай Ильич, комментарии? Я вот как раз хотел прокомментировать часть фонда содействия. Еще раз всем предпринимателям, чтобы эта информация была, что все программы до сих пор работают, то есть они все есть. Это программы и старт, и программы развития. То есть это фонд содействия инноваций, который как раз направлен на фактически на субсидирование, на выдачу безвозвратных субсидий по развитию инновационных бизнесов. То есть в этом году фонд содействия выделен на почти 11 миллиардов рублей. И Татарстан всегда был в тройке тех, кто получал субсидии. Так что если кому-то интересно, у нас и Министерство экономики, и коллеги, и службы Ешко, Сергей, директор Кыхты, он является официальным представителем фонда содействия инноваций в республике Татарстан. Они все готовы помочь. Обращайтесь и за вопрос, как делать заявку, и вопрос рекомендационных писем, которые нужны от коллег, от министерства, от инструктуры. Так что не забывайте, что такая мера поддержки тоже существует. И вот уже немножко свой оборот. Каз про лизинг говорил об возвратном лизинге. В РЛК, в региональной компании, такой же лизинг тоже есть, чтобы вы были в курсе. Мы даем лизинг на оборудование, которое еще не было эксплуатации, и куплено на ваши деньги. То есть программа лизинга у нас тоже имеется. Спасибо. А которая была уже в работе? Нет, мы, к сожалению. То есть которая нас главна, да? Которая была признана и куплено стали прочитать. Про двойную отчетность еще раз хочу сказать. Дело в том, что малый бизнес, особенно, то есть микробизнес, я так и буду говорить, потому что 95% нашего бизнеса это микробизнес сейчас оборудование. Только 4,2% это малый бизнес, и 0,3% это средний бизнес. К сожалению, микробизнес не использует законные способы налоговой активизации. Для этого должны быть налоговые консультанты. Понятно, где есть хорошие, сильные волтера, где есть налоговые консультанты, конечно, там белая отчетность. Но у малого бизнеса, к сожалению, нет ни финансовых служб, особенно у микробизнеса, нет финансовых служб. И даже, бывает, у некоторых нет единицы бухгалтера. Поэтому и уходят, к сожалению, наши предприниматели в тень. Так, пожалуйста, еще вопросы. У вас еще. Я не услышал про поддержку, вот есть инновационная деятельность, понятно, но вот есть еще такая тема, поддержка, скажем, инфраструктурных проектов. Ну, что я имею в виду? Вот сейчас мы многие построили дома за городом, деревня, и в этих деревнях нет ничего. Ни магазинов, ни фитнес-клубов, ни кафе, вообще ничего. И вот на эти вот вроде как бы цели, я не услышал, существуют ли вот такие проекты. По поддержке именно инфраструктуры, то есть социально значимая, то есть есть люди, уже много людей, ничего нет. Коллеги, под инфраструктурой по бизнесу, подразумевается, для государства, подразумевается это вопрос создания, скажем так, ну, нерабочных, если такой централизованных проектов. То есть, вы понимаете, да, это промплощадки, это промпарки, это та конструктура, которая создается для предпринимательства общества. И как раз поддержка в данных аспектах, она есть. То есть есть отдельные... А, поймутся. Это все понятно нашим предпринимателям. Я, в принципе, согласна с этим вот вопросом, с этим предложением. Здесь есть органы власти, есть министерства экономики. Да, реально, наверное, должны появиться программы для поддержания тех предпринимателей, которые вот в этих поселках начинают создавать свой бизнес. Ну, я озвучил, наверное, уже, просто, наверное, не услышали. Мы специально для того, чтобы социально ориентированных предпринимателей поддержать, у нас есть продукт 5% годового. Для микрозаим до 5 миллионов рублей на 3 года. То есть, если мы обычный продукт 7% годового, то для социально ориентированных под 5%. Ну, конечно, магазин, это не социально ориентированных, это коммерческий продукт. Ну, это предпринимательская деятельность, а социально все-таки ориентированных, это, например, с детьми, инвалидами, там, еще что-то. Ну, такие проекты, вот, смотри, социально ориентированных. А магазин, это все-таки коммерческая структура. Ну, я не знаю, каждый, вот, опять же, дом строит, например, убирает участок, там, ваши не загоняли, наверное, на земель участок. Вот это. Или вас загоняли на дом, построили где-то на селеном пункте, где-то на дороге и так далее. Вы, наверное, хотели природу, лес, тишину, команду. А если вы себе, да, или участок вообще, там, где-то дороги, где-то ничего, наверное, там, 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 ну, вот, я как фонд поддержки некоммерческой организации говорю, что у нас есть вот такой продукт. 5% микрозаймы социально ориентированных. Ну, под магазины, конечно, и под дороги у нас нет таких, миллиардных инвестиций через меня, через свою поддержку мы не можем финансировать. Спасибо большое, но это, это и есть проблема, и ее надо решать, ее надо решать все-таки. В любом случае надо начинать решать, есть такая проблема. Ну, и как раз по 5 миллионам, по 5, под 5%, есть по 7%, да, кредитик, 7,5%, да, да, микрозаймы. Здесь у меня к вам такой вопрос. Наши, значит, предприниматели, да, дают заявки, и эти заявки рассматриваются, во-первых, в течение 30 дней. То есть мы понимаем, микро-малый визус, он все время торопится, он все время что-то делает, поэтому и приветствуется этот малый и средний визус, то есть малый и микро-визус. Но рассмотрение целых 30 дней. Это первая проблема, которая возникает. Отказы понятны, исходя из отчетности бывает такое. Но вот по городу Набережной Черны в последний месяц, по-моему, было принято заявок, 30 заявок, а у нас 30 тысяч предпринимателей. Почему все-таки недоступны больше на числа предпринимателей вот эти 5 миллионов? Мне кажется, все-таки, ребята, вы об этом не говорите, это все-таки отсутствие информированности. Хоть и есть портал бизнес-навигатора МСБ как раз и все-таки у нас здесь, я думаю, он коротко расскажет об этом. Сейчас я вам обязательно слово представлю. То есть нет по всей вероятности информированности, что-ли, об этих продуктах. И точка продажа этого продукта, Айдара Ильича, всего лишь одна. А у нас предприниматели, ну, через МВЦ сейчас можно подать заявку, есть такое новшество. Но предприниматель идет за деньгами куда? Он идет в банки. Так давайте сделаем партнерские соглашения с банками по информированию предпринимателя о ваших продуктах, по сбору зарядки и, возможно, даже по выдаче. Посмотрите, пожалуйста, этот вопрос. По банкам, наверное, будет сложнее. Для того, чтобы все-таки принимать заявки, эта процедура уже принята решение, и она работает по всем районам республики, МВЦ, которые есть, они принимают заявки. МВЦ. Кроме этого, кроме этого, у нас есть с марта месяца в каждом районе республики у нас 45 региональных представителей. Вот на Верчеминске, здесь в Тукаевске. Соответственно, у нас есть региональные представители, которые у них заложены в премиарное положение, как раз не менее двух квартал заявок обеспечить на выдачу микрозавель. У нас, к сожалению, мы не банк, который имеет разветвленную сеть, которая имеет чуть ли не каждом городе свои подразделения, они же коммерческая структура. У нас микрофинансовая организация состоит из 8 человек, это выдача микрозавель. Вот мы, понятно, что внедряем систему стоп-факторов, стоп-факторов. Там в течение 5 дней мы будем, если по этим стоп-факторам не будет проходить предприниматель, он сразу получит отказ, что он не проходит по стоп-факторам. Но что понимается по стоп-факторам? Это та же самая система скоринга и хэр-банки. Соответственно, предпринимателю будет более жестко, ему будет подходить вопрос с точки зрения того, что, ну, прохождение процедуры. То есть, если у него есть клиентная история плохая, он уже, значит, попадает в стоп-фактор, он уже будет автоматично отклоняться. Если у него там еще какие-то вопросы возникают, если у него нет отчетности, как вы говорите, не ведет отчетность, он не показывает доходы, тогда он как может получить государственные деньги? Или у него есть задолженность по кредитам и по налогам и сборам? Государственные деньги же невозможно выдавать, если он не платит сам налогом. Он хочет получить государственные деньги по льготной ставке, но при этом налоги не платят. Это тоже неправильно. Это закону запрещено. То есть мы эти вопросы, в принципе, как бы, ну, работаем над этим. Мы сейчас пытаемся тоже запустить систему, тоже, ну, ускоренный прием заявок, онлайн заявок, чтобы, ну, работать над будущим программным продукциям, заработал. Ну, понятно, что это, наверное, время занимает какое-то, но работать над этим. Сейчас, если в прошлом году, то я когда пришел в форум, у нас заявки по два-три месяца рассматривали, сходили. Сейчас, ну, даже меньше месяцев уже уходит. А система стоп-фактора позволит нам, все-таки, вот это на ранней стадии уже, там, в течение пяти дней уже получать, или да, дальше идешь по процедуре, или нет, значит, уже отказ получаешь получать. Мы вскоре уже запустили. Ну, к сожалению, в каждом, именно, подразделении, здесь, в каждом городе республики, мы не сможем открыть, раздут штат фонда поддержки. У нас, во-первых, есть ограничения. У нас есть ограничение по сумме вытеряемых средств. Мы, например, за счет федеральных денег в этом году ни копейки не получили. У нас получается, что фонд гарантийный получил на развитие по награду поддержку. На выночных грозаев в этом году мы из федерального бюджета не получили денег. Это, чем объясняет коллеги из Минокана в розетке Российской Федерации? Что Татарстан, Татарстан, наиболее обеспечен кредитными ресурсами, доступность кредитных ресурсов. Из-за этого нам федеральные деньги не дают в этом году. В следующем году у нас кредитные деньги добавляются. Мы только в этом году крируем деньгами. Это возвратные, которые к нам возвращаются, от выданных грозаевых предыдущих лет. И то, что мы получаем, это еще 200 миллионов рублей республиканских денег. Если мы сейчас, предположим, с вашей позиции, в каждом городе-республике в течение одного дня 200 миллионов выдадим, то фактически мы остальные потом должны будем просто не выдавать, а людей, которых набрали в штаты, их потом опять сокращать. Процедуру сокращения, вы все прекрасно знаете, что это такое. Это надо два месяца там. Выпыта производить, еще что-то делать. То есть, мало того, что набрать, еще нужно, чтобы потом эти деньги государственные вернулись. Это же не просто так же раздать. Я, например, на себя ответственность не могу такой взять дерево. Просто раздать там чемодан, деньги. Если вы на себя хотите, возьмите, взять ответственность, давайте. Поделим ответственность. Сегодня или завтра? Сегодня. Спасибо большое, Игорь Владимирович. Я согласна, что налоги наших платежцев должны прозрачать отчетность. Зачем мы эту проблему выставили, выговорили, обозначили для того, чтобы снизить налоговое время для предпринимателей и таким образом сделать прозрачными денег бизнеса? Не потому, чтобы, значит, имея стоп-фактор, выдавать ресурсы. Я сама подкекаю уже, конечно, это же просрочные и так далее и так подобное. Но, тем не менее, вы говорите, если мы сегодня 10 миллионов выдадим, и мы огромное количество денег выдадим, а что же мы будем потом делать? Мы все прекрасно знаем, что часто бюджет планируется исходя из факта. Давайте попробуем выдадим эти миллиарды, а на следующий год, может, нам дадут еще больше? Ну, давайте спорить уже не будем. Я просто прокомментирую, что бюджет, он уже спланирован на три года. То есть, мы не можем этот бюджет поменять, если он уже бюджетной росписью предусмотрен. Спасибо, пожалуйста. Так, пожалуйста, вопросы у вас есть. Передай, пожалуйста. У меня вопрос также, Кайдар Раиковича. Меня зовут Закира Фернаков, руководитель компании «Фудбезопасность». Вы не до конца ответили на вопросы, заданные девушками. По поводу того, что нет информированности малого бизнеса по всем этим мерам и поддержкам. И у меня есть такое предложение, что меры поддержки, чтобы на государственном уровне, обязать делать банками. Открыл расчетный счет в банке, но я перечень мер поддержки, по которому ты должен развиваться. Можешь развиваться. Это мое предложение. Спасибо. Спасибо. Хорошее предложение. Это, опять-таки, партнерские отношения с государством по распространению информации о поддержке государственной поддержки. В принципе, это хорошее предложение. Его надо рассматривать. И я думаю, что банки с этим сомневаться и не думаю, что они запросят с вас деньги большие. Ну, наверное, какие-то, может, комиссии больше. Пожалуйста, как руководители предприятия. Хочу сказать вам. Когда мы, один из четырех банков, когда вошли в программу для экономного развития, тогда, конечно, субъекта МСП, мы сделали банально обзвон челненских предприятий. И вот информация даже на сайтах, которые есть, попадая в уголки, просто закрывает на уровне исполнителей ваших. То есть, недовольны до вас, когда руководители эту информацию. Вот я столкнулся с теми предприятиями, которых я лично знаю, с профессионалами, которые также сделали обзвон. И они даже не знают, что им сотрудник сообщил, что звонить даже с банком предлагали программу поддержки. То есть, просьба провести тоже предпринимательную работу со своими кадрами, чтобы они такие вещи, когда приходят, пусть рекламу от банка, но пусть им давать свои доводия, и вы смотрите интересного, а потом это уже или нет. Спасибо. Добрый день. Меня зовут Филина Елена. По системе информированности, да, мы действительно столкнулись с этой проблемой. В прошлом году мы сделали опрос к 5,5 тысячи предпринимателей, всех тех предпринимателей, которые были в базах Министерства экономики. То есть, это кроме фонда поддержки предпринимательства, ну, самый крупный, да, институт поддержки, гарантийный фонд, БКУ, соответственно, мы опросили несколько тысячи предпринимателей. Из них получилось 50%, даже те, которые получали меры поддержки, мы не знаем, какие меры поддержки существуют государства. Мы сегодня начали пробовать разные инструменты обовещения, да, бизнес-онвай не работает, то есть, нам не уходило было довести информацию к микрозайну. Бизнес-онвай не работает. Мы начали работать с соцсетями, то есть, мы работаем различными сейчас программами соцсетей, да, там, и ВКонтакте, там, и Инстаграме, и Дизайн, и продвижение, и другая, наверное, реглама. Мы это все продвижение сейчас и делаем, и, соответственно, вот даже мы сейчас 24-часа мероприятия проводили, мы запустили новую систему там, и непосредственно уточняли информацию о предпринимателе, этот сервер банки, проводили опросы аудитории, и сформировали перечень потребностей у предпринимателей города Казахстана. То есть, мы сформировали 9 тематик, пригласили 13 спикеров, мы спикеров пригласили и ассоциации независимых директоров в дистанции, да, то есть, в КПМЖ приезжали, там, то есть, вот, прошло почти тысяча регистраций, 40% пришло, то есть, порядка 400 человек, 400 человек пришли сами, ненагнанные, то есть, что обычно как проходит на мероприятии, которые проводят исполкомы, я не говорю про следующие мероприятия, хотя тоже есть вопросы. С точки зрения того, что начинается потом, давайте, обеспечьте явку там, 300 студентов, 250 человек, там, других-то. У нас пришло 400 человек, и они с 11 часов дня до 5-6 вечера получали вот эти образовательные тренинги и так далее. Мы сейчас эту систему, в принципе, пытаемся тоже, ну, тиражировать на другие города и районы исполнить, потому что мы сейчас будем формировать программу, те же самые, обучение с Сбербанком там, и еще какие-то будем тематики делать. Соответственно, мы тоже, как и мы, вот эту информацию, обратную связь, когда, ну, будет она доходить до вас, до предпринимателей, хотелось бы, чтобы на них тоже реагировали, но, понятно, там есть разные инструменты с точки зрения нам продвижения. Вот эти инструменты тоже сейчас активно применяем, и они действительно работают. Вот, я реально, сказать, вот это 24-го часа, как мы проверили эти предприниматели. Я думаю, что здесь, ну, как бы и другие, поэтому... Мы будем это делать. Да, мы будем это делать. Но мы, кроме этого, еще, говорю, уже пришли к инструменту того, что ногами еще надо ходить. Вот у нас задача регионального представителя – знать в лицо каждого предпринимателя, что это значит. То есть он в СРФ-системе, которую мы сейчас, ну, разрабатываем и запускаем, он должен не как налоговый инспектор, а, в принципе, всю информацию по каждому предпринимателю собрать. То есть мало того, что там хозяин бизнеса, женщина-мужчина, там, не знаю, возраст такой-то, занимается сельскохозяйством, производит там кто-то мясное продукцию, кто-то овощное, там, картошку, что, в конце концов, потом мы, когда делаем какие-то продукты про них, будем понимать потребности и будем рассылать для того, чтобы обратно сельскохозяйствовать. Мы и по этому пути идем, чтобы верить в это.